здравствуйте все садитесь пожалуйста и мы очень рады вам что вы пришли очень надеемся что нас мы проведем этот вечер очень рады вместе с нашим партнером технологии на нашей мастерской который называется сохранение семейной истории поиски инструментов я придумаю идея такой мастерской у нас возникло потому что к нам часто обращаются люди с просьбами помочь им взыскать и восстановить семейную историю и потом когда им подойдется и когда они найдут какие-то вещи которые они не знали и которые сами пропустили то в последний год у нас было три просьбы не знаю запросы уносить не то что запросы но как-то там к сожалению что нет какой-то такой на сайте где можно было загружать показывать свои найденные истории можно для всех а может только своим же родственникам ну в общем такой запрос возник и тогда что они думают ну и вот как бы такая первая встреча спасибо бедное слово больше и большое спасибо нашим прекрасным партнерам из мемориал для нас это большая честь и собственно к нам действительно очень часто обращаются организации инициативы с просьбой рассказать о каких-то инструментах либо с предложением создать что-то новое мы всегда скорее отцылаем за отсылаем их к тому что уже что-то создано и также и в этой истории мы предложили начать с того что уже есть и подробнее я остановлюсь уже после рассказа александре о том какие приложения и почему именно мы их выбрали но с точки зрения теплицы сегодня это с одной стороны история про то чтобы попробовать и рассказать свое собственное мнение о том что мы попробуем этих инструментов с другой стороны научиться и большая просьба все эмоции все весь ваш опыт связан с этими программами просьба нам рассказывать потому что в конечном итоге мы конечно же хотели бы как-то ваше впечатление тоже скажем так внедрить в тот возможный продукт в котором появится мемориал возможно появится а для тех лиц тоже в том числе образовательная часть но с другой стороны потому что когда мы готовили историю мы познакомились с теми историями которые в целом развивают мемориал для нас это история героизма мужества исторической справедливости и безусловно сохранение истории и для нас в данном случае мы делимся технологиями но воспринимаем при этом совершенно муникальные истории сложные сложных судеб российских не всегда российских граждан о которых просто всегда хорошо вспомнил поэтому я уверен что мы проведем очень интересное это мероприятие и какой-то игровой и веселый атмосфере а позже мы расскажем как спасибо меня попросили как-то мы очень давно заставили какой-то сценарий мистерской и меня попросили было полезно рассказать как же составлять семейную историю когда я стала готовиться к тому чтобы рассказать здесь 13 минут я подумала что я начала рассказывать потому что с одной стороны все очевидно и очень просто с другой стороны если говорить серьезно то все так сложно что 10 минут все равно не расскажешь поэтому я решила рассказать чуть-чуть о некоторых подводных камнях и с чего собственно начинаются поиски с чего вы все начнете поиски это как раз так очевидно что я здесь очень скучно просто перечислил на этом начинайте начинать восстановление семейной истории просто сам выпускного опроса родственников и сбора устных источников спору устной истории на всяких разных родственников они годы жизни места рождения браки детей от разных браков возможны места работы и так далее потом наверное вы перейдете к изучению семейных архивов и тут вам попадутся наверное фотографии письма воспоминания и некие рисунки это источники личного происхождения которые сохранены семейных архивов с другой стороны источники государственного происхождения которые отложились тоже в семейных архивах это какие-то справки свидетельство о рождении свидетельство о браке свидетельство о смерти дипломы награды еще вещи и так далее потом вы скорее всего займетесь изучением доступных у вас данных справочников и интернета и здесь но как бы я вспомнила те которые самые ну что используемые это объединенная база данных мемориал где собраны все которые делают министерство обороны и где собраны все ну и все но все обработанные сведения о погибших в великой отечественной войне и после то есть вторая война и после подвиг народа это не только погибшие но и выжившие в этой войне и там тоже масса сведений ну понятно да о каких боях и так далее есть есть не могу это вас данных мемориала а сперенов осмема это ваз данных мемориал если вы знаете в квартире жил я воскресец москве оттуда знаете какой квартире жил и наша семья но не знаете всех членов сентября может посмотреть что им может как бы там уже серым может это И просто, наверное, вы будете искать в Яндексе и в Угля все, что вам найдется. Потом вы, наверное, захотите, может быть, не все, может быть, дойдут до этой стадии, но, может быть, вы и станете обращаться в государственные архивы. Начнете, возможно, с МФЦ госуслуги. Потом вам, наверное, залучится оргазмный архив трудовых отношений, который очень довольно сложно организовывает в Москве, в регионах, архивы ЗАГСа, архивы паспортных столов, смотри, дому вытяните, медицинские архивы, логенные архивы, архивы ФСБ, МВД, региональные, городские. Их очень много, это долгая и сложная история. Со всеми этими архивами, в принципе, мы можем обращаться в мемориал, мы можем помочь по мере сил, но надо всегда понимать, что если вы потомок, то вам это сделать возможно. Если мы это будем делать, у которых нет потомки, то нам это гораздо почти невозможно. Потому что мы, не только если подавительность от вас. Но дальше начинается, вот вы, допустим, все это прошли и получили какие-то самые разные картинки. Но дальше начинается очень жесткая критика источника. Допустим, вы нашли в семейных альбомах вот такую фотографию. Федор Андреевич Макшеев. Вроде бы фотография как фотография, однако можно обнаружить, что там фотография была не вполне настоящая. Понимаете, что произошло? Да? То есть родственники скрыли, что их предок служил в царскарме. Или, допустим, вот такая вроде бы романтическая фотография Елена Алексеевна Стойковой, вырезанная в виде такого месяца. На самом деле здесь вполне видно, что вот здесь вот был еще один человек, а не ее муж Санхел Стойков, который был расстрелян и которого из семейных архивов изъяли. Или вот бывает вот из альбома Николая Закоева вот такая фотография, и таким образом не все возможно восстановить, да, не все можно найти. Или вот здесь вот Степан Павлович Карманов, он взял и вырезал, с кем он тут сидит. Таким образом мы не можем восстановить, с кем, допустим, вот этот вот человек дружил. Вырезал он тоже по вполне понятным причинам. А вот этот вот человек, это вот отсканированный большой альбом, и из этого альбома видно, что человек пытался оторвать вообще фотографию, но она была так нами, что приклеена, что у него оторвать ее не удалось. Ему оторвать ее не удалось. А откидывать весь альбом ему было жалко. Тогда он взял и вот так вот ее замазывал. Таким образом, как кого-то из родственников этого человека мы восстановить не можем. И его потомки восстановить не могут. Но я заставил уже с самого альбома. Вот он сначала пытался, пытался это ковырять не выше. Тогда он взял и нафиг стер лицо человек. Но это фотография, вот мы ее всюду увешиваем, поэтому ее, наверное, многие знают. Это люди скрывали, с кем они вместе работали. Но это еще несколько таких же случаев. Допустим, вы находите в семейном архиве вот такой вот листочек, в котором здесь написано. Видно, да? Это обращение Натальи Витриевны Шиховской ШИК, которая вдова священника из Вяческого Оценного ШИКа, которая пришла на Курнецкий Мод 24 приемной КВД узнать о судьбе своего мужа. Уже до этого у нее бесследний сейчас отец. И ответы на вопросы, если человек был создан в лагеря, то ему объясняли, что его родственник создан в лагеря, и даже можно было узнать, по какому адресу можно писать ему письма. Однако, если человек был расстрелян, то ему устно, только устно говорили, 10 лет без права переписки, родственникам говорили, 10 лет без права переписки. Что значило «расстрел», но родственники этого не знали. И всегда эта форма получала вкусно. Однако, вот видите, у нас в архиве есть такое свидетельство, уникальное, высланное в дальний лагеря без права переписки. Единственный раз, когда написано письменно. Но она здесь пишет «Иду того, что я глухая, прошу ответ мне написать». А можем ли мы, как источниковеды, сделать вывод, что, допустим, наша какая-нибудь правабушка была глухая? Нет, не может. Глухой она не была. Еще, допустим, вот в архиве могут найтись такие письма. Это письма в лагеря детей к родителям. И здесь, вот видите, во-первых, стоит печать, корла, цензор. А во-вторых, вот что-то уже зачеркнуто. Исходя из этого, мы понимаем, что люди, которые точно знали, что их письма будут цензурироваться и что в них будет что-то зачеркнуть. А зачеркнуты чаще всего, например, такие фразы были. «В последнее время яйца подорожали» или «Очень мерзну, часто болели». Такое вот все зачеркивалось. И, таким образом, могут ли быть предстоверными источниками такие письма, насколько верно они могут отражать, если человек, который писал, точно знал, что письма проходит цензуру. Ну, это тоже много разных план. Или, допустим, обнаруживается в обе семейном архиве свидетельство о смерти. Вот Тумашевский Эдуард Антонович умер 10 октября 1942 года, от чего? От болезни печени. И видно это в 1959 году. Умер он в ламере, как утверждается. Однако, если пойти в ЗАГС, то можно получить на того же самого Тумашевского Эдуарга Антоновича свидетельство о смерти повторное, о том, что умер он в 1942 году, а 2 декабря 1937 года, и причина смерти – расстрел. Это просто для сравнения два источника, которые могут найти семейные архивы. Или вот еще, например, свидетельство о смерти. Ожаровский Сергей Степанович умер якобы 22 апреля 1942 года от чего? От того, что во время бомбежки лагеря… А! Причина смерти погиб во время бомбежки лагеря вражеской авиации. Однако, есть еще свидетельство о смерти 1990 года, где причина смерти – расстрел, и ни в каком не в 1942 году – было в 1938 году. Да, вражеская авиация не дожила. Или такое свидетельство о смерти, вроде бы от крупозного воспаления легких, умер он в 1945 году. Однако, есть расстрельные акты, которые находятся уже не в семейных архивах, а в архивах ФСБ, о том, что в восстановлении тройки у НКВД Юрия Георгиевича был приговор о расстреле, был приведен в исполнение 23 сентября 1930 года. Или, например, вот Николай Олейников. В литературной энциклопедии написано, что вот он, Николай Макарович, что он вот умер 5 мая 1942 года. Даже написано, что в 1937 году он был незаконно реабилитирован, а посмертно реабилитирован. Однако, если зайти в базу данных мемориалов, которые основаны на выписках и на расстрельных актах, то это видно, что Николай Макарович расстрелил 20 ноября 1937 года. И еще одно свидетельство о смерти, которое было бы предложено, может быть, обновиться в какой-нибудь состатах похожих семейных архивов. Здесь вот написано, что Шут Арон Исаакович умер 6 марта 1953 года. Причину смерти – задавление грудной следки. А как думаете, от чего он умер 6 марта 1953 года? Что? На похорона старин, да. И эти документы еще и потом изымались. Ну вот, на самом деле, это, кажется, примерно все, что я хотела рассказать о семейных архивах и о том, как восстанавливать семейную историю. Просто, опять же, можно к нам обращаться, и мы поможем, если вы серьезно чем-то этим займетесь. Но просто я хотела, чтобы предупредить о тех сложностях, которые вас могут ждать при интерпретации источников. Спасибо большое. Спасибо. Аплодисменты. 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 Собственно, Александр рассказал про оффлайн-вую часть, да, подготовительную часть работы по созданию вашей истории. Я расскажу, пожалуй, о тех приложениях, которые мы будем сегодня с вами вместе тестировать, и расскажу примерно, как мы это будем делать. Итак, сегодня у нас в меню, у вас в меню, и вы, наверное, заметили, что у нас немножко нестандартным образом расположены столы в этом зале, и их здесь шесть. И шесть их здесь потому, потому что у нас есть, у нас вместе с мембриалом, есть шесть человек, каждый из которых покажет вам одно приложение прямо вот за каждое из столов. Поэтому я приглашаю всех, как бы, так в сердце немножко компактно, потому что мы могли бы, разумеется, показать как в кинотеатре каждое приложение на большом экране. Но мы, на самом деле, считаем, что это, наверное, не всегда самый лучший способ, и явно не самый лучший с точки зрения экономии времени. Рудим, можно оставить? Можно оставить. И приложений есть много. На самом деле, когда мы только готовили это мероприятие, мы, наверное, прошерстили, ну, наверное, без преувеличения можно сказать, штук двадцать различных предприложений, и выбрали их по следующим признакам. Мы начали с обзора просто генеалогических приложений для создания генеалогических древ. Потому что, казалось бы, история семьи, она, казалось бы, вот именно про такие вещи, ну, вот как кто был там сыном кого, кого были внуки, кем был мой давний прадедушка и откуда он приехал. Это, безусловно, все прекрасно. Здесь есть, во-первых, сущностная составляющая, потому что, прежде всего, по крайней мере, когда я думал над историей своей семьи, да, и практическое применение это рассказать ее, соответственно, моим детям, я думал, ну что, я им буду, окей, я им покажу, безусловно, какие-то там даты, числа, ну, географические точки, но, наверное, самое главное это какие-то уроки и какую-то историю. И мы в какой-то момент, в том числе, переключились не только на инструменты, вот, касаемые дат и чисел, к, скорее, инструментам рассказа истории. Потому что, в конце концов, мы все-таки и мемориалом этим занимаемся, и мы, наверное, хотели бы, наверное, чтобы люди научились использовать новые технологии для сохранения этих историй. И у нас есть шесть различных, точнее, шесть инструментов, которые используются, исходят из различных сфер. Они различные сложности из различного типа применения. Наверное, многие из вас слышали о таком сайте medium.com, и он, наверное, самый простой для рассказывания историй. Наверное, кто-то, кто интересовался генеалогическими требованиями, слышал о сайте гене.com и heritage, где как раз можно выстраивать. И мы, и medium.com покажет Наталья Петрова. Вот, я советую, и одна к вам подойдет. Светлана, которая наверняка многие из вас знают, расскажет о гене и heritage.com. Алексей Ницца расскажет о современном и более сложном инструменте рассказа истории, на основе которого сейчас многие коммерческие организации, в том числе, основывают свои компании. Тильда – российская разработка. Влад Лореченко расскажет о timeline.js. Это инструмент для создания timeline временных историй. Ваш покорный слуга расскажет об инструменте StoryMap на примере трагической истории Константина Сабалевского. Этот инструмент применим тогда, когда у вас есть много географических точек и много графических материалов. Наконец, и я хотел бы сейчас передать слово Данилу Первушеву, одному из создателей сайта и приложения, которое запустилось совсем недавно, мы к нам посчастливы, что Данил захотел присоединиться. Это сайт reliquva.com или .ru? А, и то, и другое. Здесь reliquva – это скорее не сколько история семьи, сколько история семейных религий, история вещей, но иногда вещи рассказывают о наших семьях больше, или о ситуации в наших семьях больше, чем, наверное, истории конкретных людей. Мы не выбрали все приложения, опять же, потому что их много, многие из них потому что устарели. другие – не кроссплатформенные, да, то есть они либо только для Mac, либо только для Windows. Для нас важно было найти те инструменты, которые можно делать из вашего, точнее, инструменты, которыми можно пользоваться, хотя уже из вашего браузера. и сначала у нас будут, соответственно, форматы такой, что менторы будут подходить к каждому столу, и каждые десять минут они будут меняться и уходить от вашего стола, но за эти десять минут они расскажут о том, как пользоваться тем инструментом на примере своих сторий. Не судите строго первый круг, потому что они делают, несмотря на то, что они репетировали, я тут в том числе репетировал, но, я думаю, на шестой раз люди будут показывать абсолютно автоматически. И это будет первая часть, да. Дальше, дальше, менторы перестают крутиться по залу и садятся за теми столами, за которыми они усилились, и дальше вы выбираете тот инструмент, который вам понравился больше и пересаживаетесь либо в одну, либо за один стол, либо за другой. И у нас будет пятьдесят минут для собственного, собственно, создания историй на том инструменте, который вам понравился больше. Если у вас есть время, вы можете на каждом из этих инструментов. И дальше, нам очень важно будет, мы потом раздадим вам анкеты, чтобы понять вообще, какой вам понравился больше, что из инструментов вообще, чего вам не хватало, а что наоборот стоит как-то продвинуть и каким-либо образом развить. Опять же, мы не делаем это все просто так, чтобы обучить вот как пользоваться интересными и веселыми штуками, да, а в том числе как бы нам самим понять, а что же к мемориалу создавать, как создавать, на кого создавать. в будущем будем надеяться, что такая возможность появится. У меня тогда в связи с этим все, и я хотел бы пригласить Данила. Данила, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Данил Перышев. Я очень строго скажу, что у меня есть пять минут, сейчас вот и секунду. чтобы не тратить пару в вашем доме за счет. Меня зовут Данил Перышев. Я вместе с своим другом и партнером Филиппом Зитко придумал делать реликву. Я говорю быстро, чтобы у вас не соворудили. Придумал делать реликву полгода назад, и мы придумали делать такую штуку и вообще нашли такую вещь, что у многих из нас есть такая история или такая коробка, которая лежит дома где-то на полке, в которой есть очень важные для нас предметы, которые для нас лично имеют какую-то важность. И мы увидели, что пространства в цифровом современном мире для этих вещей нет. Мы их называли тогда реликвида, реликвий нет. И захотелось просто сделать такое пространство. Это первая вещь. Мы это сделали. Сначала сервис был в бете какое-то время. 2-3 неделя назад мы его открыли. Сейчас любой желающий может зарегистрироваться на сайт reliquva.com. Название, соответственно, это испорченное название реликвий на эсперанто. Мы сделали сайт reliquva, потому что тот о нем был занят. И это пространство, где каждый человек может организовать свой личный музей и поделиться своими реликвиями. Реликвия для нас... А, мы можем включить? Да. Реликвия для нас... Ну вот это реальный сайт, который выглядит сейчас. Для тех, кто зарегистрировался, если вы зарегистрировались, вы увидите. Реликвия для нас это фотография, или несколько фотографий, или предмет. А можно, пожалуйста, вот на заголовок смысл по карте? Да, соответственно, вот вы загружаете фотографию. Одна фотография, вот, например, вторая, или их, может быть, несколько. А ниже есть история, которую человек сам пишет. И вот здесь еще какие-то интересные истории. Если посмотреть ниже, очень важная вещь, которая называется данная, это категория, дата и места. На основе места, где про это происходят, у нас впоследствии будут, конечно же, карты, чтобы можно было находить по картам реликвий. На основе даты вырастет таймлайн. Поэтому сейчас все нужно проставлять, а на сервисе это пока не реализованный функционал. А категория важен, там, если кто-то будет что-то искать на сервисе по посолу карате, чтобы нашли вашу реликвию. Можно, пожалуйста, вылететь? Вот в закладку номер два. Здесь не заготовленная история. Здесь пространство Международный музей мемориала на реликве. Организации тоже могут заводить свои виртуальные музеи. У нас есть политех, у нас есть мемориал. Так что, с чем я решил определиться? Мемориал очень интересный, за которым нужно следить. Если говорить, у меня есть еще две минуты, о идеологии за этим проектом, почему мы на это время, есть свои деньги, я не пичок нам этим интересом заниматься. Тут два больших хвоста. Первый, кажется, что современный интернет в своем интернет обладает некоторыми признаками. Один из них — чрезвычайно быстрая и высокая скорость оборачивания информации. На этом построен Facebook, на этом построены новостные ленты. Это значит, что в пределе это значит, что каждое сообщение имеет все меньше и меньше ценность, и все меньше и меньше необходимо время для того, чтобы с ним ознакомиться и погрузиться. Почему это приводит? Потому что, скорее не наше поколение, а поколение уже следующее, с этим другом работают с информацией, они экстенсивно работают с информацией, потребляя огромное количество информации, не прекращая эту данность, с чем можно работать. Но это просто данность, и можно в этом не углубляться. Почему мы решили это делать? Потому что нам хочется чуть-чуть замедлить. Мы понимаем, что я и мои родители, мы выросли в другой эпохе, мы работали с информацией, и нам интереснее, когда информации меньше, поэтому можно потребить на каждое какое-то сообщение, а отдельное релико это есть отдельное сообщение, больше времени. Собственно, это такой контент, который оборачивается медленнее, на создание которого нужно потратить больше времени, и на то, чтобы с ним соприкоснуться или, извините, потребить, тоже нужно больше времени. Это одна вещь. Повторяю еще, почему нам это интересно, и с чем, собственно, Филипп пришел, и я разделяю это убеждение, что, конечно же, сейчас проблема в этом мире, а в России она, наверное, не одна, потому что мы просто здесь живем, связана с тем, что у нас чрезвычайно организированное общество, у каждого свои проблемы, и каждому очень сложно поставить себя на место в углу. Что мы хотим в будущем? Мы хотим, чтобы с помощью реликв люди понимали, что у них есть общее прошлое. Это очень просто, можно сталкивать технологически. Я не знаю, если вы на мой аккаунт перейдете, это следующая заставка. Вот, допустим, есть моя реликвия, часы деда. Об этом можно тоже нажать. И вниз простроить. Вот это часы, я с дедом разминулся во времени и не видела, они мне перешли от бабушки. Может, пожалуйста, иди. Ну, тут я знаю, что датировка этих часов, когда они были ему переданы, где это было создано, как его звали. И если мы представим, что кто-то выложит подобные же часы из этого же места и из этого же времени, система столкнула менялгами с этим человеком, а кажется, что у меня с этим человеком есть общее прошлое. И это позволит... Во-первых, я не могу снижаться в коммуникацию, а во-вторых, я просто понимаю, что я не один на этой взгляд, что я отдельно стоящий из какого-то процессора. И вот эти вещи в завяжении вот в эту сторону нам страшно интересны и с помощью режимов мы какими-то их сделаем. Фу, это здорово. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»